Приветствую вас, Татьяна. В первую очередь бросается в глаза ваша некоторая, скажем так, неопределенность. То есть вы спрашиваете нас о том, как вам быть. Но не уточняете, как быть, чтобы что конкретно. То есть, если вы, к примеру, хотите вернуть своего мужчину, допустим, да? Вот. То это один момент, если вы хотите вернуть мужчину. Если вам нужно разобраться, к примеру, в себе. То есть, почему, ну, почему вы ведете себя вот так, почему вы называете своего парня именем бывшего и так далее. Вот. Это уже другая история. Это уже другой момент. То есть, на мой взгляд, здесь вот нужно отделить одно от другого. Да? То есть, нужно отделить, собственно, то, что вы хотите от того, что происходит сейчас, к примеру. Ибо нам с вами очень важно решить именно ваши проблемы. Вот. А не какие-то мифические. Понимаете, 17 лет, что вы прожили с мужчиной своим. Это срок достаточно большой. Именно срок. Понимаете? Вот. И я бы сказал, я бы сказал, что если вы с мужчиной расстались как-то вот, ну, как-то плохо, неестественно или как-то еще, то, в принципе, у вас осталась определенная незавершенность. В отношениях с ним. И по факту, именно это и привело к тому, что вы называете его своего, ну, своего уже другого мужчину, да? Да, вы называете именем. Что здесь? Ну, вот. То есть, конечно, очевидно, что отношения вы не завершили отношения с бывшим парнем. Вот. И, соответственно, соответственно, именно это вам и нужно сделать. то есть, завершить свои отношения с мужчиной. Вот. Как вы это сделаете? Это уже, на самом деле, больше вопрос техники, я бы сказал. То есть, это больше вопрос именно реализации. Если вы хотите вернуть своего текущего мужчину, который от вас ушел, то, во-первых, нужна, на мой взгляд, уважительная для этого причина. То есть, для чего вы хотите его вернуть, почему вы хотите его вернуть. Это первое. И второе. Нужны перемены. То есть, тот факт, что вы несколько раз назвали его чужим именем, говорит о том, что вы довольно безответственно подошли к вопросу. То есть, вы назвали его чужим именем и не обратились, значит, к психологу. То есть, не захотели узнать, что произошло, почему так. Это, по сути дела, демонстрирует ваше, ну, определенное обесценивающее отношение к тому, что вам хочется, к тому, что вам нужно, к тому, в чем вы нуждаетесь, к примеру, и так далее. Вот. Поэтому, здесь, без анализа ваших отношений, не обойтись. Ну, чтобы именно, вот, понять, чтобы именно понять, что у вас произошло. Вот. А я бы сказал, что достаточно важным моментом, на мой взгляд, является то, как вы, к примеру, к примеру, восприняли то, что мужчина от вас ушел, там, вас обругав, и так далее. Обозвав. Вот. То есть, то есть, как вы это восприняли? Вы считаете, что он поступил как-то плохо? Вы считаете, что он не должен был так поступаться? Или вы считаете его, ну, собственно, вправе, да? То есть, что он нормально сделал, что вот так себя повел? А, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, нужно это разобрать. Потому что, если вас как-то задел его уход, то очень может быть, что вы зависимы от, вообще, мужчин. Вот. Зависимы от людей, от мужчин. И это может быть дополнительным направлением при работе с вами. То есть, как бы, я, конечно, мужчину не обрадываю. Вот. Ну, думаю, что ему действительно было очень неприятно. Тем более, что вы были сонны. Вот. Значит, необходимо обратить внимание на что? Как? Вы воспринимаете людей? Ну, в частности, мужчин. Как вы их воспринимаете? Что они для вас? Мужчина. Для чего они вам? Мужчина. И пусть вам не кажется мой вопрос каким-то глупым, не серьезным, и так далее. На самом деле, это очень важная история. Вот. Потому что от этого, по сути, зависит то, как вы выстраиваете отношения с людьми. в отношениях. От этого зависит то, как вы позиционируете себя. Само. В отношениях. в отношениях. И, соответственно, если у вас есть нуждаемость какая-то в мужчинах, если вы чувствуете ее нуждаемость эту. Вот. что с ней с этой нуждаемостью нужно работать. Потому что нуждаемости быть не должно. На мой взгляд. Отношения вот через нуждаемость построить такие, чтобы это было равнозначно, чтобы это было качественно, чтобы это было адекватно. Очень сложно и на мой взгляд практически невозможно. Вот. То есть определиться я вам предлагаю именно с тем здесь чего вы хотите. определиться определиться я предлагаю вам с тем именно что вам нужно. То есть обратите внимание на то, что вы даже не задаете вопрос свой. что если вас вопрос по сути нет. Вы просто спрашиваете как быть но не совсем понятно да как быть чтобы что. то поэтому поэтому тут вот я рекомендую вам обратить внимание именно на такой аспект. На мой взгляд это очень важно. На мой взгляд. вот в принципе то что можно вам сказать то что можно вам ответить исходя из того что вы написали. Вот. если вас задела как-то если вас задела реакция мужчины то безусловно с этим тоже нужно будет что-то делать. то есть я имею ввиду что этим безусловно тоже нужно будет работать. Работать именно для того чтобы вас не задевало чтобы вы не чувствовали себя к примеру эм очень уязвимой в отношениях с мужчинами с мужчинами вот ну и возможно возможно чтобы вы чувствовали себя более эм скажем так более не задеваем например вот так я рекомендую эм вот так я думаю можно вам ответить на ваш вопрос который вы задаете на этом все я надеюсь что мой ответ поможет поможет если если у вас остались эм дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад вам помочь буду рад вам ответить на все что вас волнует вот и значит соответственно продолжить с вами консультацию если вам понравился мой ответ я буду благодарен если вы его сделаете лучшим вот я вам желаю всего самого доброго и удачи до Продолжение следует...